Китайская кухня Китайская кухня Итак, друзья, мы на кухне Дзинаньского ресторана. У нас в меню свинина фри, тушеная в бульоне. Представляю вам ингредиенты этого блюда. Для этого мы используем 250 г свиного филе, 2 бакчоя, 1 яичная лепешка, 20 г древесных черных грибов, сушеный острый перец, чеснок, яйцо, крахмал, мука и вода. Вот и все, что нам понадобится. Поэтому предлагаю начать. Сперва мы разрезаем бакчой. Каждый вилок на 4 части. Затем нарезаем яичную лепешку. Ширина должна составлять примерно 1 сантиметр. Далее режем острый перец. Измельчаем чеснок. Готово. Приступаем к мясу. Сначала режем его ломтиками, а затем на кусочки поменьше. Толщина кусочков должна составлять примерно 1 сантиметр. Продолжаем резать. Теперь мясо нужно посолить. Отставляем его в сторону и начинаем делать кляр. Для этого возьмем муку. Крахмал. И одно яйцо. Наливаем воду. Тщательно перемешиваем. Кляр готов. Равномерно обваливаем в нем кусочки свинины. И на этом наша подготовка завершена. Кляр готов. Кляр. Тщательно перемешиваем. Тщательно перемешиваем. Наливаем масло, много, вот столько. Масло накалилось, поэтому убавляем огонь, чтобы мясо не подгорело. Опускать кусочки следует по очереди, чтобы получить наилучший результат. Очень аккуратно выкладываем мясо, чтобы кусочки не прилипли к стенкам сковороды. Выкладывая кусочки, будьте очень аккуратны, не обожгитесь горячим маслом. Помешаем. Слипшиеся кусочки следует отделить друг от друга. Отделяем. Снова прибавляем огонь и повторно обжариваем мясо. Дело нескольких минут. Готово. Выкладываем мясо на дуршлаг. В небольшом количестве масла обжариваем чеснок и острый перец. С появлением аромата добавляем 2-3 поварешки куриного бульона. Вторая и третья. Далее приправляем. Добавляем уксус и соевый соус. За ними следует соль, усилитель вкуса и куриная приправа. И продолжаем варить до тех пор, пока не закипит. После того, как закипело, выкладываем мясо и остальные ингредиенты. Это бак чой и древесные грибы. И другие ингредиенты. Выложили. Добавляем молотый перец. Когда снова закипит, добавляем разведенный в воде крахмал. Это очень популярное блюдо. Особенно зимой. Переливаем в глубокую емкость. Сверху кладем яичную лепешку. Наше блюдо готово. Далее в программе вас ждет еще один рецепт. Поэтому не переключайтесь. Порежьте бак чой на четыре части. Нарежьте яичную лепешку на полоски длиной 15 см и шириной 1 см. Порежьте сушеный острый перец. Измельчите чеснок. Нарежьте кусочками свинину. Посолите ее. Из муки, крахмала, яйца и воды сделайте кляр. И обваляйте в нем свинину. Обжарьте мясо до золотистой корочки. И слейте масло на дуршлаг. Обжарьте чеснок и острый перец. Налейте в сковороду куриный бульон. Добавьте соевый соус, уксус и куриную приправу. Добавьте остальные ингредиенты. Доведите до кипения. Добавьте молотый перец. И затем разведенный в воде крахмал. Перелейте бульон в глубокую емкость. А сверху украсть яичными полосками. Напоминаю, что вы смотрите китайскую кухню. Позвольте представить вам повара дзинаньского ресторана господина Иня, который поделится с нами еще одним местным рецептом. Господин Инь, что это будет? Кусочки свинины, запеченные на листе лотоса. Звучит необычно. Приготовьтесь, записывайте рецепт. Чтобы приготовить это вкусное блюдо, сначала нужно нарезать соломкой лук и имбирь. Далее нарезаем тонкими ломтиками мясо с прослойками сала. Перекладываем его в емкость. Добавляем лук и имбирь. Приправляем пастой из соевых бобов, соевым соусом, рисовым вином, устричным маслом, солью, куриной приправой и усилителем вкуса. Тщательно перемешиваем. Добавляем кунжутное масло, каленый рис и снова перемешиваем. На дно другой чашки стелим подходящий по размеру лист лотоса. Сверху на него перекладываем приправленное мясо. После этого оборачиваем чашку пищевой пленкой и ставим в духовку на 180 градусов. Через 15 минут достаем и выкладываем мясо на блюдо. Сверху укрываем листком лотоса. По краям выкладываем маленькие пампушки. Благодаря листку лотоса данное блюдо приобретает совершенно уникальный вкус и аромат. Блюдо готово. Посмотрите, как красиво. Запеченное с листком лотоса мясо стало особенно вкусным. Спасибо, мастер! Не за что. Добро пожаловать в Дзинань. До новых встреч в Дзинане. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»